Снова. Здравствуйте, дорогие мои. В принципе, сегодня мало интересного у нас есть на столе, за исключением вот этой посылки. Но и опять же, внутри находится не столь интересная вещь, как то, что с этой посылкой произошло. Эту посылку вскрывали на таможне. И у нас ко всему этому есть таможенного досмотра. Либо осмотра, в котором при всем при этом написано то, что они все это дело делали с помощью рентгена, но почему-то они все это дело вскрыли. Ну, не все это дело, а упаковку они вскрыли. Поэтому очень интересно, что у нас с ней произошло после вскрытия. Забрали они оттуда что-нибудь. Или все целое. Почему-то они написали, что страна происхождения товара США, хотя это не так. При тем, как все это дело открывать, они руки, интересно, мыли? Или грязными ручищами? Нет, смотрите, все на самом деле цело, все хорошо. Проблем никаких нет. А что ты не хочешь закрываться? Давай мы тебя поправим. Все цело, все хорошо. Этот вопрос у нас снялся. Посылка у меня вот эта вот закатилась, завалилась. Я ее прорезевал. Мне продавец пишет, ну ты же там принял посылку, что не подтверждаешь. Какую посылку? Да, бах. Оказывается. Ой, как же тебе бедной-то досталось-то. Карта на 64 гигабайта. Микса. Туахоловская. Можно проверить на подлинность. Делается это примерно следующим образом. Я обычно не проверяю, но тут что-то как-то думаю. Да, посмотрим, что это такое. То есть мы берем вот этот QR-код. Открываем в браузере. Ну и на всем понятном китайском языке мы видим зеленую стрелочку, которая нам говорит, что все хорошо. Да, например, что произойдет, если вдруг кто-то уже этот QR-код проверял. Да, то есть мы берем тот же самый QR-код. Открываем его опять же через браузер. И мы увидим, как хорошо все. Очень интересный вопрос. Давайте его попробуем третий раз. Может быть это... Ну, очень мне интересно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Знаете, очень интересный вопрос. Давайте прям вот контрольный сделаем. Вы знаете, а может быть и поддельный. Буду я выяснять этот момент. Не знаю, чем закончится. Посмотрим. Посмотрим, чем закончится. Давайте дальше. Катастрофически не успеваю сделать достаточный запас. Вот поэтому приходится делать распаковки раньше, чем у меня набирается нужное количество товара. Почему так происходит? Очень много денег в телефоны ушло. А, телефоны в пути сильно застревают. Ну, и так далее. Это, кстати, к вопросу, почему я не отправляю на ложный потяжок. Потому что мне достаточно, что они зависли и здесь. Кстати. Один из товаров, который у меня есть в наличии, в группе ВКонтакте вы можете увидеть. Это чехол-кошелек. Как им пользоваться? Мы берем телефон. И телефон убираем в эту часть. Сюда мы вставляем водительское удостоверение, либо кредитные карты, может быть дисконтные карты. Сюда мы вставляем денежку. И в итоге вот таким вот образом носим. Вещь, ну, давайте честно, да, более для лет подходящая. Потому что, когда у тебя карманы свободны, в руке все это дело носишь, удобно. Зимой в руке поносить достаточно, конечно, прохладненько будет, если вы там не живете в какой-нибудь теплой стране. А если живете в теплой, ну, даже вот и для лета это будет неплохо. Есть три цвета. Черный, коричневый, синий. Смотрите, да, то есть если вы телефоны заказываете, вы заодно можете заказать такой чехол. Если вам нужен только чехол, ну, и у вас там есть свободное время, ссылка в описании под видео будет. И также в группе, да, на всех товарах есть ссылка. Вы всегда можете без проблем заказать с Алиэкспресс. Не включаю телефоны, потому что наклейки на аккумуляторе защитные. С телефоном проблем никаких не было, никто не жаловался, поэтому особого смысла включать не вижу. Ну и опять же Lenovo Vibe P1 цвет серый, регулярный товар серый и золотой 58 версия плюс золотой 72 версии стараюсь держать наличие. Ребята, да, особенно постоянные зрители, очень сильно хотелось бы к вам, хотелось бы задать вам вопрос и получить ответ. Какие тесты вы хотите на телефоны видеть? Ну да, то есть у меня все-таки вот доходят сейчас руки, да, у меня есть желание сесть и предметно там сделать обзор там на Lenovo Vibe, на Хомптон, на Blackview A5, A8, E7, Xiaomi ко мне идут, Meizu ко мне идут, да, то есть, ну, вроде как симпатичные телефоны, скорее всего, даже станут, ну, опять же, регулярными у меня. Какие тесты вы хотите? То есть вот что вы хотите? Вот начал делать видео, коробка, да, комплектующие коробки, что, ну, какие программы скачать на телефон, там, тест Antutu, не Antutu, замер скорости интернета 4G, замер скорости, там, интернета Wi-Fi, там, не знаю, там, встроенной памяти, аккумулятора. Что вас интересует? Вот, пожалуйста, вот, как вы хотите видеть, полный обзор, да, и вот таким образом я буду стараться делать все эти модели, обзоры этих моделей и, собственно говоря, выкладывать, чтобы они были максимально для вас информативными, чтобы вы, ну, там, не знаю, там, замерять его, там, толщину надо, не надо, ну, я не знаю, там, ну, на самом деле, интересно это или неинтересно. Будьте любезны, оставьте ваши пожелания по отзыву в комментариях, и тогда я смогу вам выложить красивые, хорошие, интересные обзоры. Так, за всем, думаю, все, а побегу телефоны отправлять, ну, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok